От этой спортсменки и красавицы невозможно было отвести взгляд. Оксана Грещук покорила женатого Александра Жулина, влюбила в себя князя Монако и будоражила Татьяну Тарасову своими выходками на тренировках. От кого прославленная спортсменка родила ребенка? И как сложилась ее личная жизнь и карьера? Вы узнаете из этого видео. Оксана Грещук – одна из самых ярких спортсменок 90-х годов. Будущая фигуристка появилась на свет в 1972 году в Одессе. Отец девочки ушел из семьи вскоре после ее рождения. Фигурное катание появилось в жизни Оксаны, когда ей было всего 4 года. В спорте малышка была крайне успешна. Спустя 5 лет ее мама решила переехать в Москву, чтобы сполна раскрыть талант дочки. Первое время Оксана выступала в одиночку. Однако тренеры убедили ее выступать в паре с Александром Чичковым. После долгих тренировок дуэт достиг успехов, но вскоре Чичков получил травму. Тогда Грещук стала выступать с Евгением Платовым. С ним спортсменка выиграла чемпионат США и приняла участие в Олимпийских играх. Тренер Татьяна Тарасова с одраганием вспоминает то время, когда тренировала Оксану Грещук. Едва ли не каждое занятие с фигуристкой заканчивалось скандалом. Она грубила своей наставницы и не слушала ее указаний. Тарасова даже была вынуждена принимать седативные. Но все усилия оправдались. Оксана в паре с Платовым стала двухкратной олимпийской чемпионкой. Последним в России для Грещук стал Александр Жулин. С ним девушку связывала не только карьера, но и любовь. Спортсмены выступали вместе всего один сезон. Затем Оксана некоторое время выступала как одиночница. В начале 2000-х спортсменка решила переехать в Штаты. Роман с Жулиным стал для фигуристки одним из самых болезненных событий в жизни. В то время мужчина был женат, но Оксану это не смущало. Она призналась, что боготворила свою первую большую любовь. Но Александр этого не оценил. Уезжая в США на полтора года ради тренировок, он слезно просил девушку дождаться его. И она, бросив спорт, ждала любимого. Но однажды ранним утром ей позвонила Майя Усова. Коллега сообщила Грещук, что ее благоверный начал встречаться с Татьяной Навкой. «Я думала, что умру», — вспоминает женщина. Но эта ситуация сделала ее только сильнее. Оксана всегда была в центре внимания мужчин. Среди ее поклонников оказался и князь Монако. С Альбертом II она познакомилась на Олимпиаде. Они начали проводить вместе время. Князь даже познакомил ее с родителями. Но вскоре они расстались. Своего избранника женщина нашла в лице фитнес-тренера Джеффа. От него фигуристка родила дочь Скайлер. Но длительные отношения построить влюбленные не смогли. По сообщениям из урбежных СМИ, пара распалась. У повзрослевшей дочки отличные отношения с мамой. Скайлер тоже занимается спортом. Ее страстью стал большой теннис. Грещук поддерживает стремление дочери и помогает ей занятиями. Вам нравится фигуристка Оксана Грещук? Как думаете, правильно ли она сделала, что переехала в США? Могла ли ее жить? Сложится иначе? Останься она на родине. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски о любимых героях. Субтитры сделал DimaTorzok